Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня решил написать видео на очень интересную и важную тему! На первый взгляд она не серьезная! Романтический ужин! Казалось бы! Что еще можно об этом сказать? Но! Это далеко не такое простое событие в жизни как мужчин, так и женщин! Появляющиеся не только ко дню влюбленных 14 февраля! А в любое время года! И далеко не всегда романтический ужин может как начаться, так и закончиться романтично! Вот чтобы романтический ужин не закончился в фиаско! Нужно учитывать некоторые очень важные моменты! От которых зависит мужское здоровье и мужская потенция! И если мужчина сегодня практически здоров, он считает, что ему эта информация не нужна! Она ему будет очень полезной! Еще Сенека говорил, что никто не ощущает когда уходит молодость! Но всякие чувствуют когда она уже ушла! Здоровье — продукт скоро портящийся! И мужское здоровье — не исключение! Причем мужское здоровье определяет еще и женское здоровье! И что делать, чтобы сохранить и укрепить мужскую потенцию? А в случае ее снижения — вовремя вернуть мужскую силу? Вы узнаете в этом видео! Вот как пройдет романтический ужин — очень важно! Уровень гормонов вечером обычно ниже, чем утром! Если вечером у вас появились сложности с эрекцией — это уже первый звонок! Пока в комедии! Эта ситуация легко обратима, учитывая некоторые нюансы! Если вы вовремя среагировали — все прекрасно! Если вы игнорируете эти сложности — время может быть упущено! Потому как последний звонок в этой уже трагедии — когда не стоит утром! И важно эти моменты правильно использовать! Вовремя использовать! Более того! Если вы занимаетесь любовью регулярно — романтический ужин у вас плавно перетекает в романтический завтрак, в романтический обед! Я за вас спокоен! Вы периодически проверяете свою сердечно-сосудистую систему! Если же романтический ужин — для вас эпизод! Я бы советовал вам взять небольшой тайм-аут! И проверить реальность своего здоровья! Это сделать очень просто! На моем канале есть несколько видео серии «Как стать миллионером»! Одно из них посвящено оценке работы сердечно-сосудистой системы! Сделать это легко и просто в домашних условиях! Если вы умеете считать, то это сделать не сложно! Есть тест с 20 приседаниями! Вы считаете пульс исходно! Делаете 20 приседаний с частотой одно приседание в секунду! Без помощи рук! Только за счет работы ног! Оцениваете частоту пульса! И смотрите, считаете! Регулярно проверяете, когда пульс вернется в исходную точку! Иными словами, пульс до нагрузки был 80! Оценка того, насколько поднимется, есть в этом видео! И время на восстановление оптимальное время — 3 минуты! Тогда реально здоровый и романтический ужин может для вас закончиться романтично! Если время восстановления в диапазоне от 3 до 5 минут, Ваша сердечно-сосудистая система не в самом лучшем виде! И романтический ужин нужно правильно контролировать! Еще хуже, если время восстановления сердечно-сосудистой системы после такой небольшой нагрузки! Во время романтического ужина нагрузка обычно значительно больше! Если время на восстановление более 5 минут! Это говорит о том, что вы серьезно можете рисковать! Повторю еще раз Сенеку! Никто не ощущает, как уходит молодость! В диапазоне от 20 до 50 лет большинство мужчин чувствуют себя практически здоровыми! Но! Напомню статистику! Я не часто говорю! В этом видео не лишнее будет ее повторить! В этом диапазоне частота инфарктов увеличивается в 100 раз! Иными словами, чем ближе вам к 50, тем выше вероятность при физической нагрузке любой попасть на инфаркт! 20 приседаний для большинства это несерьезная нагрузка! Можете проверить по-другому! Есть в моих видео в серии «Как стать миллионером» 12-ти минутный или полуторамильный тест Купера! Это более серьезная нагрузка! Если 20 приседаний! Вы можете просто протестировать себя в любое время! Конечно, тут нужна подготовка! Спортивный опухоль! Нужно выбрать место, где бегать! Безусловно, не вдоль автострада, чтобы не наглотаться! Угарных газов и не посадить себя на несколько дней! В еще одну проблему! Вы должны пробежать полторы мили или 2,4 километра за 12 минут! Или расстояние, которое вы пробегаете за 12 минут! Этот тест позволяет проверить вашу реальную работоспособность вашей сердечно-сосудистой системы! И самое главное! Безопасность! Но после первого теста! В этом случае у вас более определенный результат во время романтического ужина со стороны сердечно-сосудистой системы! которая в этом случае будет работать с приличным напряжением! Вот что делать, если вы физически готовы! А испытываете определенные сложности! Есть этому совершенно объективные причины! И о них вы узнаете прямо сейчас! Очень часто в романтический ужин вмешиваются психологические проблемы! Иными словами, если в этот период времени вы вспоминаете все ли вы сделали на работе! А работают ли ваши сотрудники в вашей отсутствии? Либо иные вопросы! Иными словами, вы продолжаете работать! То романтический ужин на этом и закончится! Поэтому выключаются мобильные телефоны! Выключается интернет! И у вас только романтический ужин! А работа будет завтра! Либо она продолжается сегодня! Тогда романтический ужин заканчивается! Очень часто женщины в романтический ужин совершают определенные ошибки! Они считают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок! Поэтому романтический ужин должен быть обильным! Это опасное для жизни мужчины заблуждение! Даже здоровый мужчина! Физически здоровый, с хорошей сердечно-сосудистой системой! После переедания будет испытывать серьезные проблемы! С той же сердечно-сосудистой системой! Потому как продукты питания имеют разное время переваривания! Иными словами, разное время попадания в кровеносную систему! И по-разному изменяют объем и ласкость крови! А сердечно-сосудистой системе управлять процессом! Первично нужно доставить нужное количество крови к мозгу! Мужчины любят глазами! А глазам нужна энергия! Нужна фактически глюкоза и кислород! Белки, жиры не нужны особо в этом процессе! Они нужны будут после! В периоде восстановления! То есть, иными словами, на пост романтический завтрак! А ужин должен быть скромным! Он должен быть, я бы сказал, вегетарианским! То есть, фруктовые салатики какие-то! Легкое вино! И на этом нужно ставить точку! Если такой перекус будет в романтический ужин! То он не будет отвлекать значительное количество крови в пищеварительную систему! От центральной нервной системы! Иными словами! Мужчина попадет не в нирвану! А он останется активным участником романтического ужина! И в этом случае все будет романтично! Еще один момент, который не следует использовать! Не злоупотреблять! Это курение! Каждая выкуренная сигарета примерно на 1 час! Увеличивает вязкость крови! Те, кто курит, они прекрасно это знают! Стоит вам попасть в эмоциональный стресс! Для того, чтобы как-то уменьшить эту стрессовую ситуацию для себя! Вашу реактивность! Вы курите! Вы курили сигаретку! И уже вроде как стрессовый фактор! Не стрессовый фактор! Но одно дело! Это саблезубый тигр на улице! А другое дело! Рядом с вами сидит участник романтического ужина! И в этой ситуации курение несколько тормозит этот процесс! И вопрос! Что вы хотели получить? Вы хотели покурить? Либо у вас продолжается романтический ужин! Каждая выкуренная сигарета ставит серьезные проблемы! И во вторую очередь! В первую очередь! У вас просто ничего не произойдет! Во вторую очередь! Нагрузка! Конечно! Если что-то будет происходить! Перегрузка сердечно-сосудистой системы! Перекачивать более значительное количество более вязкой крови сердцу сложнее! Опять-таки вспоминается статистика! Инфаркты возрастают с возраста мужчины! Женщинам, к счастью, инфаркты угрожают уже после климакса! Потому как там женские гормоны перестают защищать эффективно сосуды! И сосуды становятся более уязвимыми! У мужчин современная экология привела к тому, что в возрасте 25-30 лет уже есть атеросклеротические изменения сосудов! И мужчина попадает под серьезную опасность уже с такого не самого почтенного возраста! Я бы сказал с юного возраста! Потому что развитие мужчины заканчивается к 30 годам! Подросток, ребенок полностью формируется в зрелого полноценного мужчину к 30 годам! Я имею в виду по развитию всех органов и тканей! У мужчины пик развития 30 лет! И к этому пику сегодня современная экология, современная система питания уже в сосудах мужчины откладывает свой след в виде атеросклероза! Поэтому очень важно правильно это понимать! Обилие алкогольных напитков делает примерно то же самое! Поэтому 100-150-200 грамм вина не повредят никому! И романтический ужин может продолжаться! Эти моменты очень важно правильно учитывать и правильно использовать! Конечно, в зависимости от темперамента тоже нужно выбирать время романтических свиданий! Если вы холерик! Ваш романтический ужин самое лучшее время! А вот если вы флегматик-меланхолик! Вам нужно по рецепту предложенному в советском прекрасном фильме «Гараж» перемести романтический ужин на романтический завтрак! Когда более высокий уровень гормонов позволит вам правильно участвовать в этом процессе! Эти моменты, эти нюансы нужно знать и правильно использовать! Чтобы романтический ужин у вас мог состояться тогда, когда вы хотите! И безопасно! И столько раз, сколько вы хотите! Когда у вас не будут возникать те вопросы, которые обозначены в названии видео! И если не стоит в романтический ужин! Это не повод ставить крест на себе! А повод заняться самым дорогим, что у вас есть! Это ваше собственное здоровье! Понять те причины, которые привели к не самому лучшему состоянию вашего организма! И что делать, если не стоит дальше так вести тот образ жизни, который у вас был! Чтобы вы получали те результаты, которые вы хотите! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моих каналов словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете, кому отправят ссылочку на это видео! Как отнестись к той информации, которая в нем предложена вашему вниманию! Не забудьте поставить лайк на это видео! Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписчик моего канала! Не самая простая информация на моих каналах присутствует! У меня их несколько! И я стараюсь показать вам возможности, как жить лучше и дольше в не самых простых экологических условиях! До новых встреч на моих каналах! Дальше будет еще интереснее! Поэтому не забудьте подписаться на канал! Когда сообщения о новом видео на нем придут вам непосредственно в почту! И вы его просмотрите одним из первых! И получите информацию вовремя! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok